Этот снимок датирован приблизительно 1908 годом и сделан на Тереспольском укреплении крепости Брест-Литовск. На фоне воздушного шара члена 1-го Беларуси воздухоплавательного батальона в центре Яков Петерсен, начальник военно-голубиной станции. И вот так, через судьбы людей, исторические факты и фотографии проводят читателя по истории Брестской авиации все восемь глав новой книги Брестского краеведа, писателя, некорполиста Ивана Чайчиса. На ее презентацию собралось много заинтересованных людей. Люблю Ивана Чайчица. Он один из тех брестских краеведов, которых действительно очень интересно слушать. Он много знает об истории Бреста, он делает много открытий, он неравнодушный человек, у него горят глаза. И замечательно, что вот вышла у него новая книга. Книга «Небо и земля Бреста в истории авиации» – это прежде всего книга о людях. Ведь кто ж у нас может сделать авиацию, как не люди. Книга интересная. Набор материала шел, ну, что-то в районе 10 лет. Период охватывает весь 20-й век, абсолютно весь с момента появления хоть чего-то взлетающего на территории Бреста. И, кстати, в этом году исполнится юбилей 120 лет, как было сформировано в декабре месяце в Брест-Литовское воздухоплавательное отделение. И в дальнейшем, в дальнейшем уже вся вот эта вот история с аэродромом, с военными действиями, с гражданской авиацией, с фестивалями, с знаменитыми уроженцами – все удалось включить в эту книгу. В период работы над книгой автор обращался в различные музейные архивы, связывался с коллекционерами в Белоруссии и за ее пределами. Вот замечательная фотография, она была куплена в Германии. Если не знать немножечко истории Брестской авиации, то невозможно определить, что это город Брест. На самом деле, благодаря вот этому эллингу, где находились дирижабли, удалось определить, что вот это часть Брестского аэродрома, а вот это – северный городок, где сегодня воинское подразделение. То есть уже бы такой снимок сегодня сделать невозможно, иначе бы в кадр попал западный обход. Самые разные люди, узнавая о создании книги «Небо и земля Бреста в истории авиации», считали важным внести свою лепту, так как исследование Ивана Чайчица стало первым глубоким, полным и всесторонне раскрывающим тему воздухоплавания и авиации в нашем городе. Поскольку я являюсь еще коллекционером исторических различных материалов, то конкретно в этой книге использована часть моих фотографий. И, соответственно, просто сама по себе эта книга – это, в общем-то, часть очень большого пути и очень длинного пути. Мы начинали, в общем-то, этот проект с выставки, которая проходила также в Бресте в 2016 году. Исследование продолжается, но это очень большой шаг, это очень интересный материал, и, безусловно, я его рекомендую как специалистам, историкам это будет интересно, так и всем любителям авиации, всем, кому дорог город Брест, всем, кому интересна история в любом ее виде. На страницах книги читатель сделает для себя множество открытий благодаря уникальным фактам, впервые опубликованным историческим документам, различным картам, схемам и редким снимкам Бреста. В том числе узнает, что именно Брест, а точнее Брестская крепость, является колыбелью всей белорусской авиации. Книга вышла в свет ограниченным тиражом, но пока все еще есть возможность приобрести ценный экземпляр.